Переходим к самой интересной рубрике, которая не каждый эфир может похвастаться. И сегодня у нас в студии прекраснейшая красивая девушка, которую зовут Инна Черниговская. А кто это, поведает моя соведущая коллега Дарья. Талантливая и ведущая актриса Народного театра «Факел», педагог и замечательная мама. Инна, здравствуйте. Мы очень рады с вами познакомиться. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Ну, слушайте, сразу видно, что талантливая актриса. Какая улыбка, слушайте. И голос сразу слышно поставлен. Если бы у нас была бы зубная паста местная, ангарская, мне кажется, вы бы были ее лицом. Как в вас умещается столько талантов? Ну, как умещается? С трудом умещается. Как сказать, все целый день расписан, по минутам, времени ни на что не хватает. Но это моя жизнь, она мне нравится, в принципе, и я это выбрала. Мы сегодня с Витей в программе ранее обсуждали, что быстро проходит время, и только понедельник, уже пятница, и вы тоже относитесь, наверное, к таким людям, когда весь день вот постоянно что-то куда-то надо бежать, что-то делать, да? Да, абсолютно согласна. Как мы знаем, Инна, вы совсем недавно вернулись в Красноярск. Что это была за поездка, цель, итоги этой поездки? В Красноярске проходила Российская креативная неделя. Это такое крупнейшее федеральное событие в России. Вообще это мероприятие проводится с 2020 года в Москве, а вот уже третий год подряд Российская креативная неделя Сибирь проводится в Красноярске. То есть этот проект включает в себя очень-очень многие направления. Там участвуют образовательные организации, креативный бизнес, власть, органы власти. И в этом году нам позвонили, позвонили Александру Ивановичу Кононову, руководителю нашего проекта, который мы реализуем. Это Международный летний театральный центр. И пригласили спикером участвовать, так как в 2021 году мы выиграли президентский грант. То есть мы реализовали вот такую креативную, креативный проект, с которым с опытом реализации этого проекта нас пригласили. Но так как у Александра Ивановича напряженные репетиции, мы готовимся к юбилею, было решено меня как одного из организаторов нашего фестиваля командировать туда, в Красноярск. И одним из форм этого форума были пленарные заседания. И вот именно в таком пленарном заседании я рассказывала вместе с другими участниками из Сибири, из Омска, ребята были из Новосибирска, мы рассказывали о реализованных уже проектах. Все участники нашей пленарной дискуссии получили поддержку от президента. И кроме того, очень большим событием, очень значимым было для нас то, что модератором нашей площадки был сам генеральный директор президентского фонда культурных инициатив. Именно он вел нашу дискуссию, он разговаривал с нами, да, и он вступал с нами в такой контакт и взаимодействие. Такие полезные встречи, интересные, с перспективой, да? Да, конечно. Наш фестиваль и так популярен по всей России, поступает огромное количество заявок, и мы даже ведем жесткий отбор театров, и сейчас получается, что еще больше народа узнало о существовании нашего проекта, и очень радостно, что наша работа в этой сфере не остается незамеченной, и что мы приглашены на такие масштабные мероприятия. Александр Иванович был в гостях не так давно, как раз тоже попал на мое видение, и он так замечательно рассказывал, что прям хочется со стороны посмотреть, как у вас происходит это. Это Байкал же, правильно я помню? Да, остров Альхон, да. Остров Альхон, очень здорово. Именно вы работаете еще в детском учреждении, если я не ошибаюсь, номер 36, который называется «Караблик». Да. Там кем именно? Я работаю заместителем заведующего по воспитательно-методической работе. То есть нравится с ребятишками? Ну, как так, с таковыми ребятишками я сейчас не работаю, да. Я отработала воспитателем 15 лет, также я по специальности учитель-логопед, и вот уже 5 лет я в такой руководящей должности заместителя заведующего. Я сейчас больше работаю с воспитателями. Ну, конечно, с детьми я встречаюсь, это неотъемлемая часть моей работы. Моя работа мне очень нравится, потому что она такая как организаторская. Очень много мне нужно что-то делать, придумывать, действовать. Вот так же, как перекликается с театром очень много. Ну, и театр, насколько мы тоже знаем, занимает большую, наверное, часть времени все-таки. 60% вашего времени, да? Театр очень много. Вот уже 23 года я играю, да, в театре. Я пришла, когда мне было 18 лет, и ежедневные репетиции у нас, причем, проходят они всегда, ежедневно, без выходных. Да. Александр Иванович, да, большой трудоголик. Но, слава богу, для нас составляется расписание, и ребята уже назначают, какие дни они приходят, и уже под них подстраиваются какие-то репетиции. Вообще, театр – это такая большая семья, да? Да, театр – это большая семья. Вот коллектив театра очень многим отличается от других, например, танцевальных или вокальных коллективов. Тем, что у нас прям такие тесные взаимодействия друг с другом, что мы действительно становимся семьей. И многие ребята, которые приходили к нам из других коллективов, оставались там только по той и одной причине, что атмосфера, которая царит в театре, их очень притягивала. Из-за людей, из-за общения, да? Да, да, все так очень тесно и дружно происходит. За день до моего приезда было солнце. Возвращаюсь сюда, выхожу на работу, и вот, пожалуйста, прекрасные деньки. Я так понимаю, в театре можно от маловеликого возраста до скольких хочешь? Да, совершенно верно. К нам в театр приходят люди, ребята с семи лет, и дальше нет ограничений. Нет ограничений. Мы рады всем, и люди приходят. То есть свободно, да, можно прийти и попробовать? Да, конечно, можно прийти, посмотреть на репетиции, понять, это вы хотите или нет, так вы представляли себе театр, или вам это не подходит. И многие взрослые приходят и начинают играть. А может быть, приоткроете завесу тайну, что нас ждет в декабре, в ближайшие дни? 3 декабря наш театр отпраздновал большой юбилей, ему было 65 лет, мы проводили его на сцене Дворца культуры «Нефтехимик», а еще в декабре у нас выйдет премьера, ребята готовят новогоднюю сказку. Точную дату я пока не могу сказать, но мы приглашаем всех ребятишек с родителями. За анонсами, да, которые будут у вас. Ну, 65 лет – это все-таки серьезная дата, и целый год, можно сказать, юбилейный. Я думаю, вы подготовите много сюрпризов для своих зрителей. Хочется выразить вам искреннюю благодарность, что посреди своего тайм-менеджмента выделили нам время. Мы очень рады, скрасили, действительно. Сразу видно, что человек, сцены, поставленная дикция, прекраснейшая улыбка. Ну и в целом, я всегда рад в нашей студии красивым девушкам. У вас, сына, есть уникальная возможность обратиться к коллегам, возможно, поздравить с юбилеем, передать кому-то привет, пожалуйста. Спасибо. Я хочу еще раз поздравить свой театр с юбилеем, с 65-летием. Хочу самое главное пожелать здоровья нашему режиссеру, Александру Ивановичу Кононову. Александр Иванович, я хочу вас поблагодарить, сказать вам большое спасибо. Живите долго и счастливо, работайте с нами, трудитесь, наставляйте нас по жизни, как вы это всегда делаете. Спасибо еще раз. Я думаю, мы с вами вскоре увидимся. Всегда рады вам. Желаю вам торских успехов, успевать абсолютно все и достижения новых высот. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня с нами в эфире была Инна Черниговская. Это не только очаровательная ангарчанка, но и ведущая актриса театра «Факел». Педагог, замечательная мама и вообще разносторонняя личность. Спасибо вам большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова